приветствую вас народ с вами варчик с новым годом вас желаю вам успеха в новом году в ваших любимых занятиях и чтобы на это все хватило здоровья в этом видео я подниму вопросы которые обговоривались разработчиками на стриме года который был 29 декабря ну и в принципе поехали первое это планы на 2023 год мы готовы поделиться нашими планами на ближайшее время как вы заметили оперирование игрой за последние полгода значительно изменилось это лишь небольшая часть нововведений которые мы начали вводить мы продолжим это делать потому что мир танков игра которая будет постоянно развиваться отметим мы ценим игроков и их мнение однако мы планируем принимать те или иные решения основываясь не только на вашем мнении но и на статистических данных и других метриках мы планируем создавать контент для всех чтобы никто не оставался в стороне соревновательный казуальный развлекательный и так далее видим что разработчики хотят создать игру для всех а для этого им придется вернуть часть аудитории об этом можно догадаться самому поскольку во-первых разработчики упоминали что вернуть старых игроков легче чем найти новых в восемь раз это дешевле и то что нынешние игроки в основном сосредоточены на статистике циферках то есть аудиторию под пивковичей любителей играть под какие нибудь напитки тех кто играет просто начали на расслабоне такую аудиторию они видимо теряют и хотят вернуть но и продолжать делать контент для игроков которые пришли играть серьезно ничего плохого здесь не вижу но главное результат красиво говорить может научиться каждый а вот подкреплять слова действиями этими способностями уже обладают не все посмотрим как леста справится наобещала пока нормально следующее изменение механики марафонов разрабатывается новая механика события которая позволит сделать процесс интереснее и динамичнее а также более красочным возможно мы пересмотрим старые механики игровых событий и соберем их в нечто новое на мой взгляд марафоны это какая-то ошибка поскольку они с каждым разом становились только все более противные и большинство игроков как будто бы заставляли играть через силу много и абсолютно неважно если у вас во время марафона желание или возможность играть вот вам выкатили марафон на недельку как хочешь убейся но пройди его если хочешь получить корыто какой-то либо доплати поначалу кажется что это бесплатно и ничего плохого в этом нет но на самом деле плохо то что люди каждый раз пытались через силу сыграть больше чем они хотят рандом становился от этого более непредсказуемый и ужасный люди играли больше чем хотели из-за чего игра их начала раздражать они и начали ненавидеть больше чем если бы этих марафонов не было поэтому марафоны в том виде в котором они есть это плохо особенно для людей у которых помимо игры еще что-то есть что занимает время да и в принципе лично у меня хоть и есть время но я марафоны тоже не люблю я не люблю когда мне заставляют или подталкивают к тому чтобы я играл или делал что-то больше чем я хочу дольше чем я хочу мне это просто уже бесит вот когда меня рождают за хорошую игру за результат за красивые моменты это классно какие-то памятные скины знаки там и так далее я получаю которые мне ассоциируются с красивыми катками моментами это клёво а когда ты на убой через силу катаешь больше чем ты хочешь это не клёво но я все же вижу что именно марафон хотят создать просто обновленный с новыми механиками или с измененными старыми но вот дальше идут разговоры про другие вещи допустим расширение ангара игрока к сожалению в основном игроки продают большинство машин на пути к танкам 10 уровня мы хотим сделать так чтобы игроки расширяли свой ангар или коллекционировали исследуемую технику разного уровня типов и наций есть идея как это сделать через поощрение игрока так что уже сейчас можете начинать заполнять свой ангар предупрежден значит вооружен ну вот допустим в артандере танк вообще не продаж насколько я помню но наш замечательный мир картошки специально как будто бы держит в игре механику продажи танков для того чтобы танкисты продавали свои танчики когда они слабые не имбовые плохие а потом заново их выкупали назад когда танчик капнут через десять лет и он вдруг стал имбой но при этом при каждом продавании и выкупании назад мы теряем часть серебра если бы не было возможности продавать никто бы и не продавал стоит танк и стоит но нам нужно же высосать из игроков каждую копейку не дай бог кто-то танчик продал все половину цены забрать каждый танчик чтобы стоял в ангаре нужен слотик сотик купи или в наградку где-то получи постоянно во всех механиках в корне сидит такая вот сущность везде где-то что-то подсосать какие-то ресурсики какие-то там алдишечку серебришечка и так далее а теперь окажутся все танки в ангаре надо откуда-то взять сейчас мы все ломанемся выкупать все эти танки теряя опять кучу бабла на ровном месте просто потому что когда-нибудь разработчики добавят какую-то возможность чтобы что-то там как-то поощрять себе да только вот прикол в том что у меня допустим больше 30 тысяч боев на восьмерках и я уже честно говоря под задолбался на них фармить серебро я бы хотел пофармить серебро на девятках но почти все премию на девятки полный мусор и здесь мы снова возвращаемся к вопросу где баланс в игре вообще и кто бы продавал эти танки если бы они были сбалансированные зачем челу продавать нормальный танк он уже в принципе изначально не будет особо об этом задумываться что ему надо продать танк подарочные танки если вы нормальный танк челику подарите он даже не будет думать о том что надо продавать из года в год дарили какие-то мусорки 2 3 уровня где ноль людей там нет онлайна никто там не играет там неинтересный геймплей там нет людей в игре нет новичков тоже поэтому там нет онлайна там даже играть не с кем с ботами что ли в онлайн игре с ботами играть так если по ней интересные эти боты были так они вы просто никакие но теперь люди должны коллекционировать технику просто потому что что-то будут давать окей ладно допустим с этой проблемой мы разобрались я про нее рассказал что же нам будут скорее всего давать как и в корабликах возможно будут за игру на разных танках давать какие-нибудь там ресурсики какие-нибудь марки билетики или что-нибудь типа такого собирая которые мы сможем обменивать на танчик ну или на кого-нибудь билиберду поскольку в корабликах можно собирая такие ресурсы ки несколько раз в год крафтить себе танчик или покупать в магазине принципе не важно как это назвать можно сделать то же самое и в танках я думаю что примерно об этом разработчики задумываются раз там большая часть разработчиков пришла из корабликов о чем еще они могут в первую очередь задуматься будет ли это как-то пересекаться с марафонами на прям танки покажет только время весь прикол в марафонах и в крафте прям танков в том что там должны быть новые прикольные танки для того чтобы заинтересовать игроков поскольку сейчас уже у многих куча прям танков даже у тех кто особо не донатит и крафтить какие-то старые ненужные никому танки или марафоны на старые ненужные танки пойдет только маленькая часть аудитории но это очевидно но куда бы разработчики не засунули новый какой-то прикольный прям танк игроки туда пойдут не важно что это будет но если будет очередной ужасный марафон игроков со временем будет становиться все меньше потому что они уже задолбались через силу играть эти марафоны но разработчики наконец-то это поняли для новичков планируется реализация ряда доработок которые позволят освоить игру постепенно начиная от того как пользоваться снаряжением заканчивая сложными механиками но это хорошо ну и разработчики хотят познакомить нас с планами на 2023 год планируется отмечать различные праздники которые являются значимыми для всех нас день защитника отечества день победы день танкиста а также другие важные даты боевой пропуск данная механика нравится игрокам и в 2023 году мы планируем ее также использовать планируется переработка стандартного ангара а также ангары под различные праздники вас ждет новая реферальная программа которая будет рассчитана на возвращение старых и привлечение новых игроков как по мне в мире танков реферальная программа создана для того чтобы твинки набивали себе и своему основному аккаунту прим танки что-то как-то возвращением игроков а тем более нахождением новых игроков мне кажется реферальная программа и близко не занимается сколько времени она в игре уже есть но как-то какой-то положительной работы я не вижу со временем большинство товаров можно будет приобрести за игровое золото уже сейчас во внутриигровом магазине присутствует ряд премиум на техники а также 2d и 3d стилей но видимо наконец-то людям которые на новогодние праздники на покупают тысячи коробок найдут куда потратить свою голду можно будет купить в игре абсолютно все судя по тому сколько они коробок накупают точно будет как минимум одна новая ветка техники помимо китайских танков с ракетными ускорителя честно говоря вот это какая-то ветка с ракетных ускорителей какой-то провал и трэш чё там на тесте они крутят с ней мутят это просто каждую итерацию теста они нерфят и нерфят и нерфят уже просто в мусор какой-то скоро превратят эту ветку забрали у них альтернативную пушку фугасную это вроде как хорошо но с другой стороны взамен они же ничего не дали как по мне это ветка какая-то провальная особенно китайский прим танк это просто жуть какая-то неадекватная течение года планируем настроить огнеметные танки ввести его в игру изначально это будет один танк вот блин вся игра стоит практически на коленях бои просто жуть какая-то половина боев загружается ты на них смотришь чё там происходит в них и думаешь зачем он вообще загрузился они планируют еще какую-то хрень добавить понятно что нужно делать новый контент что было интересно туда-сюда но елки-палки как же это бесит тот же самый балансировщик вот когда случилось разделение на ю и ру насколько же он плохо начал работать сколько лет я в это играю никогда такого не было чтобы в одной команде по два-три одинаковых танка было а в другой команде их нет вообще не соответствие количество одинаковых классов техники тяжей стпт каждый раз их разное количество а то что бумажные танки ставятся на против бронированных вообще молчу из-за чего сразу турбобой создается из-за того что нету баланса танков ставится старая устаревшая корыта который уже лет пять не ирабельная против новой им бы какой-нибудь балансировщик просто не справляется ни с чем он создает заведомо конченные бои у него просто шансов даже нету создать нормальный бой ему не с чего собирать эти бои как он его соберет если он просто у него ресурс собирания боя одно говно как он из говна соберет конфетку ну разве что коричневую только зато ведут огнеметные танки балансировщику сразу станет легче добавится еще одна конченая переменная которую надо будет куда-то пихать гениально непременно будут турниры с денежным призовым фондом планируется развитие данного направления и возможная реализация механики динамического призового фонда это тоже хорошая идея я об этом говорил несколько лет назад о том что в той же самой доте во время турниров игроки могут накупать различные товары своих любимых команд просто какие-то штуки покупать и призовой фонд увеличивается в картошечке с турнирами как-то все прогорело ничего не особо не смогли они не особо интересны и только спустя столько лет они вот вдруг такие а оказывается можно делать динамическую награду на турнирах да ладно серьезно но лучше поздно чем никогда мы планируем поддерживать тех кто разрабатывает и актуализирует модификации игры разумеется за исключением запрещенных мы за внедрение популярных модификаций которые не влияют на производительность игры поэтому будем помогать развитию этого направления вот почему-то новички догадываются как поставить моды но в игру научиться играть хорошо им сложно может быть создать моды которые помогают новичкам в игру играть после боя которые показывают раскатки по картам кто как ездил чтобы понять почему бой проиграли или выиграли и turbo победы turbo сливы куда человек поехал не туда почему он ошибся как он мог сыграть по-другому не знаю как так работает что все новички катают там полностью весь экран в модах там все там вы не вообще танка не видно но при этом в игру научиться новичкам супер сложно у них там по 44 процент побед они по 50 тысяч боев играют скилл так и не прибавляется как-то бы уже что ли совместились что-то сделали полезное понаделали каких-то там светофор чеки xvm чеки весь экран разноцветный но чет скилла я вижу не прибавляется это далеко не все планы и нововведения которые вас ждут 2023 году мы не можем сейчас о них рассказывать однако мы будем держать вас в курсе событий и рассчитываем на обратную связь впереди нас ждет много вызовов и без вас мы не справимся ведь именно для вас мы делаем нашу игру в общем и целом на словах это конечно все прекрасно что планов много они есть но нужно смотреть то что именно будет готово и уже можно будет понять какого качества игра у нас получит размусоливать и выдумывать можно очень долго и много но будем разбираться со всеми нововведениями у меня же на этом все предлагаю просто ждать когда все это новое в игре появится про все это я буду делать видосы рассказывать свое мнение держать вас в курсе что происходит с игрой поэтому подписывайтесь обязательно ставьте лайки если же видос не понравился можете дизлайк поставить обязательно пишите в комментариях что вы про все это думаете с вами был варч карать красиво всем удачи и пока удачи и Субтитры сделал DimaTorzok